Всем привет! На ваших экранах новогодний выпуск программы Калейдоскоп. И сегодня мы постараемся создать для вас волшебную атмосферу и подарить вам праздничное настроение. Ирина, ты верила в детстве в Деда Мороза? Ну, наверное, как и все дети верила. Верила, ждала, очень хотела его увидеть. Каждый раз стойкой не спала, но все равно засыпала в самый ответственный момент. Когда просыпалась, подарок уже оказывался под елкой. Через какое-то время это стало меня настораживать. А вот сейчас дети, кстати, все чаще загадывают такие желания, которые под елку не положишь. Вот, например, девочка Настя пишет письмо Деду Морозу в газету Мещерская сторона. Знаешь, чего она желает? Дедушка, я не знаю, бываешь ли ты в детских домах или нет, я прошу тебя, сходи, пожалуйста, туда. И если у тебя нет денег на подарки, отнеси мой подарок тем детишкам. Ведь у них нет ни мамы, ни папы. Мне их так жалко. Ничего себе. Я, если честно, тронута, удивлена, поражена. Я, правда, не думала, что сегодня у детей такие желания. Давай с тобой спросим у взрослых. А чего бы они пожелали, если бы встретили настоящего новогоднего волшебника? Я очень обважаю собак, очень хочу. Кроме мира во всем мире, естественно, наверное, хотелось бы пожелать нашему городу счастья. Чтобы все были здоровы, самое главное. Я и как-то не верю в Дед Мороз. Ну, а если бы вдруг он правда существовал? Ну, он не существует же. Здоровья и денег побольше. Чтобы со мной были все близкие и чтобы все люди мира были счастливы. Мне главное, чтобы внучка была здорова, весела и хорошо. Она встретила много подарков, получила на Новый год. Марина, вот ты замечала, что в детстве праздник воспринимается как-то иначе. Ведь вот эта предновогодняя атмосфера витает в воздухе еще задолго до наступления самого праздника. Я не знаю, в школе мы делали какие-то поздравительные открытки, новогодние игрушки на елку. И было так здорово. Ну, а кто мешает нам заняться этим сейчас? Скажем, в следующем сюжете вы можете увидеть массу идей для новогодних поделок. Выставка новогодних поделок «Елочка» проходит в Дворце детского творчества с 2005 года. Это настоящий кладезь самых разнообразных идей для тех, кто любит украшать свой дом к празднику. Ведь создавать новогоднее настроение очень просто. Нужно всего лишь смастерить рождественского ангелочка, слепить из пластилина Деда Мороза или сделать елочку из конфет. Правда, одна из воспитанниц Дворца остановила свой выбор на рождественском венке. Я хотела как-то порадовать людей, донести рождественское настроение. Потому что Новый год – это так здорово, такой веселый праздник. Особенность этого конкурса в том, что участвовать в нем могут не только те ребята, которые занимаются прикладным творчеством, а все воспитанники Дворца. Так что пофантазировать смогли и танцоры, и музыканты, и литераторы. И даже педагоги не отказали себе в удовольствии окунуться в праздничную атмосферу, смастерив новогодние украшения. Помимо традиционных снеговиков и снежинок, особое место на этой выставке занял главный символ наступающего года – лошадь. Кто-то решил обойтись рисунком, другие же подошли к делу более обстоятельно. Мы делали из картонки, туловище шею и голову с ушами. «Елочка-2014» – это не просто выставка, а конкурс. Авторов лучших работ в пяти номинациях наградили памятными подарками. Но выбрать среди этого новогоднего разнообразия всего несколько победителей было не так-то просто. Ведь каждая работа – произведение искусства, вносящее свой вклад в создание праздничного настроения. Вообще Новый год – это прекрасный повод и для детей, и для взрослых дать волю своей фантазии и осуществить самые смелые задумки, идеи, на которые просто-напросто не хватало времени в другие дни года. Целиком и полностью с тобой согласна. Знаешь, как я была удивлена, когда увидела райские фрукты, сделанные из папье-маше. Ну, делали, конечно, дети. Вот действительно, когда я их лицезрела, мне показалось, что я попала в новогоднюю сказку. Райский сад под снегом. Что может быть чудеснее? Выставка работ воспитанников студии «Калибри» больше похожа на декорации к волшебной сказке. Картины, посвященные главному зимнему празднику, и необычные плоды, сделанные из папье-маше. Их достаточно сложно соотнести с какими-либо фруктами, но так и было задумано. Ведь Новый год – это праздник чудес, а значит, все должно быть необычно. Я его рисовала, а он, то есть я не знаю, как он называется, с какой планеты, но такой он получился. Но на самом деле это не инопланетные ягоды, а райские фрукты, которые призваны сделать наш мир чуть добрее. Все наши студийцы знают такую очень красивую притчу, что ангел-хранитель каждую ночь поднимается на небо. И в руках он несет плоды добрых дел этого дня, своего подопечного. Архангел Гавриил берет эти плоды и высыпает в общую чашу благоденствия. Чтобы здесь на земле, вот чем больше будет там плодов, тем меньше будет зла на земле. Поэтому чем больше у нас этих плодов будет, добрых наших дел, тем, наверное, счастливее будет все человечество. А старшие воспитанники делали из папье-маше месяцы года, причем каждого со своим музыкальным инструментом. Вот такое волшебство руками детей. Ну, раз уж мы с тобой начали с детских новогодних писем, мне бы все-таки хотелось продолжить. Может быть, у кого-то из взрослых телезрителей тоже что-то изменится в душе. И он как-то по-иному, может быть, по-детски, но по-доброму взглянет на нашу жизнь. Вот, например, девятилетняя Настя, у которой, видимо, тяжело болен двоюродный брат, пишет Деду Морозу. Он очень хороший мальчик, и нам очень хочется, чтобы он бегал, играл в прятки, мог жить, как все дети. Ведь он из-за своей болезни даже не сможет в следующем году пойти в школу. Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы дети не болели. И будем надеяться, что Дедушка Мороз обязательно услышит слова Насти. И ее брат когда-нибудь будет танцевать на таком же балу, о котором речь пойдет в нашем следующем сюжете. Вальс, кадриль, полька, танцы, популярные в 19 веке, сегодня мало знакомы современным школьникам. Но самым лучшим ученикам уходящего года все-таки пришлось освоить азы основного танцевального репертуара прошлых веков. Ведь их в канун праздника пригласили на самый настоящий бал Маскарад. Мы выступаем впервые, очень интересно попробовать себя, тем более выступать в таком месте. Очень интересно, захотелось, появилось желание, нам тем более предложили в школе это, ну и мы сразу согласились. К предстоящему событию ребята готовились почти два месяца, разучивали танцы, обдумывали свой образ. Ведь это все-таки не просто бал, а маскарад. Так как они первый раз на балу, то им понравится вне зависимости от того, будут их приглашать или не будут, танцевать они будут все танцы или не все. Я думаю, что они в первую очередь, они получат восхищение именно от того, что они очень красивые и они находятся в окружении красивых людей. Потому что сегодня, когда мы выходим на улицу, мы не думаем, что мы надеваем, а сегодня, наверное, девушки, которые первый раз пошли на бал, готовились сам в утро, а может быть кто-то и с ночи. Для большинства сегодняшних участников этот бал не ассоциируется с предстоящими праздниками. И тем не менее, приглашение сюда стало достойным новогодним подарком для рязанских старшеклассников. Хочу, Дедушка Мороз, с тобой поделиться самым сокровенным желанием. Мне очень хочется, чтобы все человечество стало добрее и веселее не только в празднике, но и в каждом дне. Научились добром относиться к природе и Матушке-Земле, и ко всем живым существам. Помоги им всем в этом, Дедушка Мороз. Ты знаешь, наверное, такой же душевной доброте и красоте учит сказка, которую могут увидеть и взрослые, и дети в Театре Нособорной. В Театре Нособорной в преддверии праздника можно посмотреть не совсем обычный спектакль. Вместе с героями сказки ребята разгадают настоящую тайну, тайну старой книги. Самые обыкновенные подростки Антона и Маши попадают в волшебную страну, где с ними случаются веселые и не очень происшествия. Ребят ждут интересные встречи с волшебными персонажами – Кикиморой, Лешим, Медведем и Бабой Егой, которая оказывается вовсе не злой. Совсем не такой, как мы привыкли видеть ее в традиционных сказках. С 20-го числа в нашем театре радостное настроение, дети шумят в зале, что может быть в предвкушении появления Деда Мороза, Снегурочки и радостных персонажей. И сегодняшний день в нашем театре стартует так называемая новогодняя кампания, то есть с 20-го декабря этого года по 9 января следующего года в нашем театре будут идти новогодние представления под названием «Новогодние приключения» или «Тайна старой книги». Ну и конечно не обошлось без Деда Мороза, Снегурочки и веселых игр вокруг елки. Театральный домовенок Тюзя помогал главным героям новогодних праздников, с удовольствием кидался снежками и танцевал с детьми. В конце концов ребята традиционно зажгли елочку и получили поздравления от самого Деда Мороза. Поздравила с Новым годом наших телезрителей и Марина Есенина, художественный руководитель театра. Нашим прекрасным настроением, которое есть у нас в театре, мы хотим поделиться со всеми зрителями телекомпании «Город». Господа, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем самое главное, чтобы у вас было крепкое здоровье у всех, чтобы исполнились все мечты, пожелания, которые даже самые несбыточные, которые вы хотели бы воплотить в жизнь. И нам хотелось бы, чтобы вы были частыми гостями в нашем театре. С праздником! Дети в зрительном зале искренне сопереживали приключениям Маши и Антона, которые нашли в бабушкиной шкатулке таинственную книгу и отправились за приключениями. Впрочем, стать участниками этих приключений можете и вы. Спектакль в театре на Соборной будет идти до 9 января. Марин, как думаешь, а что еще может создать предновогоднее настроение? Мне кажется, что это добрая, хорошая комедия. Тогда я предлагаю тебе прямо сейчас сходить на предпремьерный показ фильма «Елки-3». Долгих два года мы с нетерпением ждали этого события. И вот, наконец, как и положено, под Новый год случилось чудо. И теперь мы снова можем встретиться с полюбившимися нам героями одной из самых популярных предновогодних комедий «Елки» в ее третьей части. А жителям Рязани повезло вдвойне. В кинотеатре «Киномакс» они смогли посмеяться над приключениями Жени и Бори чуть раньше других. А значит, и чуть раньше других они получили заряд новогоднего настроения. Я уверена, что новогодние фильмы, тематические фильмы, играют большую роль для создания новогоднего настроения у жителей нашей планеты. Такие фильмы нужны. Конечно, у нас много советских фильмов легендарных, застольных, таких настоящих. Но хочу сказать, что и наши российские современные режиссеры, они стремятся к тому, чтобы стать легендой и снимают довольно-таки неплохое кино. Как всегда, предпремьерный показ в «Киномаксе» превратился в настоящий праздник с веселыми конкурсами и памятными подарками. Конечно, не обошлось и без Деда Мороза, куда же без него под Новый год. В этот праздничный вечер ему не только отвечали на вопросы о предыдущих частях комедии, но и читали стихи. Зайцы, рукавицы и низкие царя, а мешок с подавой полился сам. Все у них горячих, их на подокос. Едет, 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 едет. Едет дедушка Мороз. Ну где же аплодисменты? Новогодняя красавица Ёлка, главный зимний волшебник и, конечно же, Оливье и Мандарины. Все, как и положено под Новый год. Но все-таки для сегодняшних посетителей важнее премьеры долгожданного фильма. И пусть некоторые считают, что последующие части всегда хуже предыдущих. Фанаты Ёлок с этим не согласны. Мне кажется, данная фраза не про фильм Ёлки. Он в всей части потрясающий. Я считаю, что третья часть порадует нас таким же забавным юмором и нелепыми ситуациями. Я уверена, что фильм Ёлки 3 получится гораздо ярче, чем его предшественники, потому что для съемок было задействовано очень много простых жителей нескольких городов нашей Российской Федерации. Это должно как-то приблизить зрителей к сюжету этого новогоднего фильма. Я считаю, что получится очень ярким, конечно же, веселым и создать нужную атмосферу в каждой семье. Рассказывать, что вас ждет, мы не будем. Но будьте уверены, что и в этой части подбой курантов, уже полюбившихся, и новых героев комедии вновь объединит бумеранг добра. Завершая свой круг, он заслуженно вернется к каждому, кто его однажды запустил. Ну что ж, на этом наш праздничный выпуск подходит к концу, но, надеюсь, у вас праздник только начинается. Мы желаем вам счастья, удачи, хорошего настроения, любви, успехов, исполнения всех ваших заветных желаний. С Новым годом вас и Рождеством! До новых встреч! Подчеркнуть красоту, сохранить молодость помогут вам мастера маникюра и педикюра, парикмахеры, специалисты массажа и косметологии с медицинским образованием. Салон красоты «Белая зависть». Звоните 46 49 30. Салон красоты «Белая зависть».